Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы поговорим с участниками и руководителями, потому что организация состоит из нескольких направлений. Речь идет о Люберецкой особенной маме. Вот такое сообщество работает в городском округе Люберца. Существует, и я приветствую Марию Булаевскую и Татьяну Орлову, которая, кстати, является мамой особенного ребенка. Как вы понимаете, тут сразу две стороны вопроса таких появляются. Одна – это какое-то сострадание человеческое, жалость, какая-то персональная история. А с другой стороны – это постоянная жизнь, когда нужно помогать, когда нужно решать проблему, когда люди должны ощущать некую полноценность жизни. И вот сразу же вопрос и Марии, и Татьяне. Мария, скажите, почему это сообщество образовалось? Я так понимаю, оно состоит из нескольких составляющих, да? Да, наше сообщество состоит из нескольких проектов. Образовалось оно благодаря Татьяне Орловой, маме особенного ребенка, потому что она ощутила все на себе. Прошла весь этот путь. Прошла весь этот путь, да, все стадии принятия. И решила создать проект «Я смогла». С него все и началось год назад. «Я смогла». Как вам пришла идея? Ну, поскольку я прошла сама все эти стадии, да, я на себе все это ощутила, я поняла, что так невозможно, так нельзя жить. Постоянно находиться в каком-то замкнутом пространстве, постоянно быть привязанной и постоянно быть в депрессии, я решила действовать, стала действовать от обратного. То есть то, что я не хотела раньше, я стала делать. Например, я не хотела идти на улицу, я стала чаще выходить. Я не хотела идти общаться с кем-то, поплакать же оно лучше. Конечно, да. Решила, что нужно идти общаться, нужно много общаться. И вот все именно так. А потом я решила, что если у меня получилось, значит, получится и у других. Я стала приходить в себя, возвращаться к жизни. Стала все больше и больше общаться. И решила помочь и остальным сделать точно так же. Просто подсказать, что нужно делать, дать именно этот начальный толчок, для того, чтобы мамы выходили из своего кокона. Из своего круга, да, из своего вот этого положения. Татьяна, ну это, наверное, еще и сила вашего характера, прежде всего, сыграла. Потому что, как бы там кто ни говорил, человека очень трудно ощутить вообще в сложных ситуациях. И мужчинам, и женщинам. В любых. Да, не только в рождении детей. А здесь мы понимаем, что здесь очень много всяких аспектов. И то, что вы действительно вышли и смогли еще это все преподнести, а теперь мы уже видим целое сообщество. И это только, я думаю, начало. Потому что, насколько я понимаю, Мария, эффект есть. То есть люди появились, да? Как это работает? Сейчас у нас в сообществе уже более 30 женщин, которые участвуют в различных проектах. Расскажу немножко о проекте, да? Значит, вот первый проект, я смогла, собственно, с которого все и стартовало. Да. Он подразумевает под собой марафон в несколько этапов. То есть женщинам даются задания. Первое задание – это выложить в соцсетях рассказ о себе и своем ребенке. Как мы с вами понимаем, это очень серьезный шаг, потому что не каждая из этих женщин рассказывает о своем ребенке, о своих проблемах. Лично знаю очень, да. Да. То есть преодолеть первый шаг – это уже путь к определенному решению. Второй этап – это задание на проявление таланта, активности, показать свои успехи, которых вы достигли, показать видеоролик о семье, о своей жизни. И третий этап – это этап преображения. Когда мы зовем девушек, мы их одеваем, вызываем визажистов, они их красят, делают прически и устраиваем фотосессию. То есть мы показываем таким образом, с помощью фотографий, что все-таки она обычная женщина, и она такая же красивая, как все остальные. Она просто такая же женщина. Третий этап – самый интересный, финальный. Это когда мы устраиваем большое мероприятие в Люберинском парке, либо в ресторане, либо в любом помещении. Большое мероприятие, когда женщина выходит на сцену. Она дефилирует в красивом наряде, с прической, с макияжем. Она видит большую публику людей. Она понимает то, что она не одна в этой жизни, то, что ее поддерживает большое количество людей. У нее появляется большая мотивация к жизни. Это что касается проекта «Я смогла». Есть у нас еще один проект – «Инклюзивное развитие творчества и социализации» для детей, наших участниц, для особенных детей, но и для нормотипичных детей. Я думаю, Татьяна расскажет. Да, давайте, расскажите нам. Тем более, вот эти названия – нормотипичные дети, особенные дети. И я знаю, что это так все время придумываются какие-то способы. А дети, они везде все равно дети, как бы там кто ни говорил. Как все происходит? Проект работает так. Дети с инвалидностью и без совместно проводят различные занятия, мастер-классы, праздники, дни рождения. То есть они друг к другу привыкают, социализируются. И как показал… Опыт. Опыт, да. Как показал весь этот проект, дети подружились. Теперь они друзья. То есть и обычные дети считают детей-инвалидов своими друзьями. Они все понимают, что это просто дети. А вот возраст играет роль? Какой примерно возраст детей? Возраст не играет роль. У нас есть дети трех лет с инвалидностью, есть нормотипичные и 12, и 15 лет. И с инвалидностью есть также разных возрастов. И это не играет роли абсолютно. Они друг друга рады видеть. У них каждая встреча проходит как праздник. Они воспринимают каждую встречу как праздник. Нас в этом плане очень поддерживает. Каждую неделю мы занимаемся в сети библиотек. Культура. Да. Библиотеки и не только. И в картинной галерее у нас праздники были такие инклюзивные. То есть разнообразные точки. Да. И дети настолько рады друг другу. Они встречаются, они обнимаются. То есть они делятся секретиками какими-то. Ну, то есть это мало того, что вначале вы сказали вы, прежде всего, вышли из какого-то кокона, как вы сами сказали. А вы ещё и позволили ребёнку увидеть, пообщаться. И это же общение – это огромная история. Даже самый обычный человек, одинокий, у которого нет ни детей, ни родственников. Да. Вот ему хотя бы кто-то позвонил, с кем-то поговорить. Я не знаю, погоду обсудить. Уже совсем другой прилив эмоций. Поэтому мне кажется, то, что вам удалось а, самой принять такое решение, б, найти всем вместе людей, которые с аналогичной. У каждого, конечно же, своя история. Но всё равно вы нашли этот замечательный способ. Вот тут возникает такой вопрос, Мария. Это же такая психологическая, всё-таки ещё и медицинская история. То есть каким-то образом это как-то курируется психологами? Какие-то, может быть, программы предлагаются? Смотрите, у нас проект подразумевает досуговое. То есть это не образование, это досуговое творчество. А в библиотеках занятия проводят педагоги. То есть тут специально подключены педагоги, у которых есть образование. С медицинской точки зрения мы привлекаем волонтёров, которые помогают следить за детьми, чтобы занятия проходили спокойно. Вот, Татьяна, скажите, ну, начнём, наверное, с вас. То есть вы та вот в таких загнанных условиях и сегодняшняя, и ребёнок в тех условиях и в сегодняшних. Это две разных жизни? Да. Это абсолютно две разных жизни. А что вы видите? Какие змеи? Как это влияет на ребёнка прежде всего? У него стало больше реакций. Конечно, у каждого ребёнка свой диагноз, но это даёт положительную динамику лечения, реабилитации. То есть дети при помощи социализации, у них всё-таки психологически идёт какой-то очень позитивный настрой. У них идёт вера в будущее, вера в себя, вера в людей. Это очень много значит. Ну, и для мам то же самое. Но мамы же тоже все разные, да? Мамы, каждая вот свою историю пережила или переживает до сих пор по-своему. И характеры разные. То есть насколько вот удалось соединить... Дети, может быть, даже быстрее соединились, чем мамы, да? Почему? Потому что люди взрослые, понимают проблему. Как это удалось сделать? Вот это общение как происходит? Смотрите, во-первых, у нас из этого проекта вытекает польза для мам. Почему? Потому что во время занятий они свободны, они могут целый час побыть наедине с собой, почитать книжку, заняться какими-то своими делами. Выдохнуть просто. Это первое. Второе. Во время этих занятий мы стараемся проводить консультации для взрослых, для мам. Психологические, юридические. То есть специалистов приглашаете. Да, либо приглашаем депутатов, чтобы обсудить помощь территориально. Вот это вот во второй части мы тоже поговорим, потому что это такая проблема, которая была, есть и, к сожалению, будет. Её ни в коем случае нельзя замалчивать. И вот появление любых способов решения этой проблемы, от чисто человеческих до материальных, такой важный момент. Человек, который не сталкивался с этим, очень трудно это понять. То есть, да, но когда тебя заметили, значит, ты выходишь в какой-то круг людей, у которых схожие проблемы. Ты общаешься, ты получаешь удовольствие от этого общения, от понимания того, что ты прежде всего не одна, да, если речь идёт о маме. Вот. И... Но это вообще-то такой смелый очень шаг, да. Я ещё раз говорю, это от характера зависит. Я почему этот вопрос задаю? Потому что ведь для чего мы ещё такую программу делаем все вместе? Для того, чтобы те, кто сейчас с подобной проблемой столкнулся и находятся вот в том самом коконе, и совершенно не собираются оттуда выходить. И ему кажется, что весь мир против него, да. И чем больше мы узнаём таких историй, и мы даже видим сейчас, и такая наглядная агитация существует, ну, всевозможные плакаты, да, поддерживающие особенных детей. А когда это ещё идёт изнутри, это особенная такая история. Поэтому во второй части нашей программы давайте поговорим о том, какие-то, может быть, планы в дальнейшем ещё будут, что, как можно ещё привлечь внимание, и действительно, как это работает, и депутаты помогают ли, администрация помогает ли. В конце концов, можно ли какие-то деньги выбить под этот проект. Сейчас сделаем небольшую паузу и вернёмся к нашему разговору через некоторое время. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пимненко. У нас в гостях Мария Булаевская и Татьяна Орлова. Татьяна – мама особенного ребёнка. Речь идёт у нас о сообществе «Люберецкая особенная мама». И Мария, и Татьяна активные. Они просто участники, а руководители, можно сказать, этого общества в разных направлениях. Вот давайте поговорим, как это сообщество существует сегодня, что там ещё происходит, кто помогает. Смотрите, на днях у нас прошло очень важное масштабное мероприятие, которое называется «Модный показ». Это было одно из таких же мероприятий, как марафон. В рамках проекта «Я смогла». То есть мамы, опять же, выходили на подиум, но в этот раз они демонстрировали изделия, которые сделали собственными руками. То есть существует проект совместный с творческой мастерской Людмилой Костровой, который называется «Смогу заработать сам», где мамы наши проходят мастер-классы, обучение, и обучаются прикладному искусству. То есть они учатся вязать, шить, вышивать, делать сувениры, изделия из полимерной глины. Даже так? Да, и многое-многое другое. То есть прямо народное творчество. Да, после чего они не просто так сделали, получили удовольствие, вышли домой, они начинают получать заказы надомные. То есть таким образом мы стимулируем их к заработку. Ага. А, ну это да, кстати, тоже немаловажная история, потому что многие мамы просто физически не могут оторваться. Да, это очень важная история. И вот этот показ продемонстрировал то, что наши мамы могут делать какие-то изделия, и помимо сувениров они ещё могут шить. То есть они одевали на себя одежду, аксессуары, сувениры, броши, украшали себя. Ну то есть мы вызывали стилисток, и стилист подбирал нам одежду. Демонстрировали её на дефиле. И таким образом мы привлекали партнёров. Ага. Вот к чему я вела, да. То есть тут идёт уже разговор о перманентных, постоянных заказах, о корпоративных заказах. То есть о возможности уже заработка какого-то и финансового участия. У нас есть постоянные партнёры уже. Это фабрика «Пехорка», это Сергей Николаевич Лукьянов, которые размещают у себя на предприятиях различных ярмарки с изделиями. И, соответственно, люди, приобретая эти сувениры, помогают нашим мамам немножко заработать. Ага. Очень интересный. Татьяна, а вы участвовали что-нибудь в подобном? Где-то что-нибудь шили, вязали? Конечно. Так, и что вам больше нравится? Я делаю магниты из полимерной глины. Это миниатюрная еда. Так. Которая вызывает аппетит. То вы что? Да. Вот жалко, что не принесли, не показали, мы бы показали. И это же тоже, во-первых, немножко отвлекает, во-вторых, это само такое развитие персональное. Это и отвлекает, и саморазвитие, и ты уже начинаешь верить в свои силы. То есть ты понимаешь, что какую-то копейку ты можешь заработать. И если потратишь на помаду или на платье, то тебе не будет стыдно, что ты это взяла из пенсии своего ребёнка. Да, да, да. То есть сама заработает. Да. Кстати, о пенсии ребёнка. Вот она есть, я так понимаю, что она всё равно небольшая. Или она как-то индексируется вообще. Я к чему сейчас веду глобальный вопрос? Так как всё-таки мы говорим о сообществе, наверное, этот вопрос тоже поднимается. Как мамам помогать, может быть, пересматривать какие-то там на пенсии или, наоборот, подавать на что-то. То есть работа, может быть, юристов у вас там предусмотрена какая-то? Существуют, да, пенсии по инвалидности ребёнка и пособия для мамы по уходу за ребёнком-инвалидом. Вот. Также от соцзащиты различные пособия для малоимущих семей. Ну и поддержка, конечно же, других организаций, которые могут помочь и с продуктами, и с одеждой, и найти выход из трудных ситуаций. Комитет культуры нам помогает, предоставляет билеты на ёлку, устраивает представление. Они приглашали нас в театр. Собственно, именно для нас устраивали отдельные представления. Даже так? Да. То есть в таком культурном контексте. Да, да, да. Так, хорошо. Какие ещё у вас работают проекты или, скажем, планируется, может, что-то у вас сейчас на карандаше, что называется? Сейчас у нас уже работает один очень интересный проект всероссийского значения, который называется «Корона Виктория». Этот проект придумала как раз наша участница. Это к вопросу о том, что наши участницы не просто себя... Выходят уже на всероссийский уровень. Да, они уже активны, они участвуют, они сами придумывают свои проекты и активно работают в самореализации, в направлении себя. Проект «Корона Виктория» подразумевает вязание крючком и спицами корон. То есть мы привлекаем любого желающего, женщину, которая сможет связать корону. Вяжут короны крючком либо спицами. Юлия Панина проводит мастер-класс бесплатный. После того, как они свяжут эти короны, мы локализуем их у Юлии, и она везёт их в онкоцентры. Для чего? Я думаю, понятно, да, то, что короны надевают, выбирают себе девочки, которые потеряли волосы. Это стимулирует их к тому, что, несмотря на то, что они без волос, они всё-таки принцессы, они всё-таки девочки, они красивые. И плюс ко всему в индивидуальной упаковке приложены бисер и украшения для корон. А, то есть они можно это разукрашивать? Они могут себе выбрать. Корона-конструктор такой получился. Да, да, да. И, естественно, опять же, к вопросу о спонсорах и партнёрах, мы не можем не сказать о спонсоре пехорка, который предоставляет нам пряжу для вязания. Были здесь у нас представители пехорки, рассказывали. Да, Лизави Петровна, Терёжки, наше всё. То есть пряжи хватает? Да. И сколько корон уже сделано? Смотрите, мы собрали около 200 корон, которые отправили в Балашихинский онкоцентр. Это первый раз? Да, это была первая партия. Сейчас мы собираем короны для московского онкоцентра и в ближайших планов Ярославль. Молодцы. Кстати, это уже всероссийский уровень. Буду скоро Ярославль, передам привет. Татьяна, скажите, получается, что идей так много возникает? Я так понимаю, что это иногда может быть внезапная идея, иногда продуманная. И то есть ситуация, которая сначала казалась такой безвыходной, а теперь фантазия даже бьёт ключом. И я так понимаю, что ещё много можно придумать чего, верно? Можно, конечно. Это всё за счёт того, что мамы более раскрепощённые стали, более уверенные в себе. Мы ищем в них таланты обязательно. Раскрываем их. До этого Юля Панина просто вязала одежду для себя и под заказ. Ну, под заказ мало. С нами она стала вязать больше под заказ. То есть раскрутили немножко. Магазин, да. О, так. И короны Виктория... Короны она начала вязать, когда её дочка, когда они сами столкнулись с такой проблемой. У её дочки обнаружили онкологию. Они, слава богу, ушли в ремиссию. Но тот год, который они провели в Балашихинском онкоцентре, и она на себе всё это страдание ощутила. Ну, так как она умела вязать, волосы у её дочки выпали, она связала ей корону. И поняла, что надо вязать всему отделению. Она связала всему отделению. Потом уже у нас на проекте она рассказала об этом. И мы ей предложили сделать такой проект. Предложить всем вязать короны и отвозить во все онкоцентры. Не только в Балашихинске, но и по всей России. То есть каждый регион в свой ближайший онкоцентр отвозит. И получилось. А вот вопрос ещё такой. Есть какая-то связь с подобными сообществами, организациями? Вот в России, в Московской области работает это? Да, это ещё один очень важный момент. Потому что наше сообщество, Люберецкая особенная мама, сейчас входит в Ассоциацию родителей детей-инвалидов Подмосковья, аббревиатура ОРДИП. А также наш проект «Я смогла» входит в федеральный проект про неё. Это уже всероссийская история от Общероссийского народного фронта при поддержке президентских грантов. То есть есть возможность донести до самого верха проблемы и так далее. Хорошо, но я не могу не задать вопрос. А что бы ещё хотелось бы? Потому что люди, которые смотрят программу, у них вдруг у кого-то быстро появляется желание, у кого-то позже как-то помочь. Или какими-то финансовыми средствами, может быть, деньги куда-то можно направить. Либо, в конце концов, накупить этой пряжи, или ещё красок накупить каких-то. Куда можно обращаться? Как вообще работает система поддержки вашего сообщества, вашего проекта «Люберецкая особенная мама»? Смотрите, мы устраиваем мероприятие, и о нём узнают ряд партнёров и спонсоров. И, естественно, они сами всегда откликаются с большим удовольствием. А чтобы увеличить число-то? Чтобы увеличить, прежде всего, информацию. Далее, это больше мамочек привлекать в наше сообщество, потому что чем больше наша дружная семья, тем больше поддержка со стороны. А приходят сейчас мамы, пишут вам, которые, может быть, ещё стесняются, где-то что-то узнают. Знаете, как сарафанное радио работает. Да, да, приходят постепенно, да. Постепенно. У вас группа какая-то, наверное, есть где-то в ВКонтакте. Или ещё чат есть, да? Просто, если, например... А нету сайта какого-то, куда можно обратиться? Мы есть в соцсетях, в ВКонтакте, да, мы есть. То есть, если человек захочет вас найти, как-то помочь, то это можно сделать. Да, мы в ВКонтакте. Ну, вот запомните, уважаемые телезрители, «Люберецкая особенная мама». Вот это название, кстати, очень... Кто придумал вот это «Люберецкая особенная мама»? Мы вдвоём. Вдвоём, да? Понятно. То есть, мало того, что свой проект существует, ещё придумали вот такой проект. Так, теперь планы. Потому что программа идёт к Киналу. Какие у вас дальше планы? Может быть, сейчас что-то в наработках есть? Мы планируем, во-первых, свой инклюзивный проект развивать по всей Московской области. Планируем устроить у себя большой фестиваль. Вот. Так, что за фестиваль? С «Люберцкой» с организацией автобусов и талантов, чтобы привести к нам побольше таких детей, чтобы в «Люберцах» увидели основная масса жителей, увидели, что такие детки и взрослые выступают, что они талантливые, что они не страшные, что они так же дружны, активны. Да, и так же хотят жить и существовать, как норматипичные дети. Понятно. Для мам хотелось бы больше заказов корпоративных получать, да, их творческим работам. У них это очень хорошо получается. Работы качественные, экологичные, профессиональные. Ну, вот вся наша программа сегодня, она посвящена и характеру, стойкости, возможностям и помощи тем детям, которые, ну, даже, может быть, не понимают того, да, что происходит. А скажите, пожалуйста, вот оно так проскочило. Правильно я понимаю, что это делается не только для детишек, не только для мам, но это еще делается для того, чтобы люди, что называется, не боялись. Чтобы вот не было, мы же знаем все эти истории, когда общество настолько жестоко относится, что вплоть до выселения там или еще чего-то. Это, пожалуй, одна из главных задач этих проектов, всех наших проектов, да, донести до общества, что это абсолютно нормальные люди, они так же думают, они так же смотрят глазками, то есть все понимают и видят. Что нужно не то, что бояться, а нужно помогать и сопереживать, и участвовать в этом процессе, потому что мы все одно такое единое целое. Ну, да, а мамы особенных детей, которые еще не состоят в сообществе, они увидят это, может быть, сидя дома, уткнувшись со слезами в подушку, они поймут, что есть такие же мамы, которые такие же, как обычные женщины. Да, прошли этот путь, да. Ну, что я могу сказать, только спасибо. Я тут в это слово вкладываю все, что мы и обсудили, и не обсудили, потому что уверен с вашими возможностями придумывания, да, и фестивалей, и проектов, и выход на всероссийский уровень. Я наверняка думаю, что вы наблюдаете и за зарубежным каким-то опытом, как там работает эта система, они разные. Вам большое спасибо. Приятно, что это есть. Татьяна, вам особенное спасибо за то, что вы вот сами как-то вот, знаете, как цветок-подснежник весной начинает, да, расти, пробили вот эту землю, и выросли, и целая теперь поляна, да, этих цветов. Мария, вам спасибо за то, что вы подхватили эту историю. Я думаю, что мы, наверное, еще вас пригласим пообщаться. Может, какие-то у вас новости будут. Спасибо большое. Мария Булаевская, руководитель сообщества «Люберецкая особенная мама», Татьяна Орлова, можно так сказать, зачинщик, да, всей этой истории, автор проекта «Я смогла», мама особенного ребенка, и тоже один из руководителей «Люберецкой особенной мамы». Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин